Начиная наш сегодняшний разговор о греческой колонизации Северного Причерноморья, об основании первых античных городов в этом регионе, необходимо, конечно, начать с вопроса о том, что вообще из себя представляла великая греческая колонизация. В школе об этом говорят немного, хотя, по-моему, это есть в современных учебниках истории тоже. Но, так или иначе, это был такой глобальный исторический процесс, охвативший практически все Средиземноморье и Причерноморье, от Испании до Черного моря, и хронологически попадающие в рамки примерно с середины восьмого века до нашей эры и по конец шестого или даже начало пятого века до нашей эры. О причинах греческой колонизации написано много книг, сломано много копий, разные ученые в разное время различным образом себе представляли, но основные предпосылки, причины того, что греки вот расселились на такой огромной территории. Тут необходимо сказать, что в любом случае однозначного ответа на этот вопрос, ну, вряд ли можно дать, да, даже при дальнейшем каком-то развитии науки, поскольку, как и любое сложное явление, в своей основе оно имело, ну, некий комплекс причин. Причины эти были социально-экономические, такие как необходимость развития торговли, которая, в общем, стала возможным, да, в связи с развитием мореплавания, вот, и ограниченности там вот какого-то посевных площадей на тех территориях, которые, собственно, занимали греки тогда в самой материковой Греции и в Малайзии, ограниченности территорий, так и, в общем, такие более фундаментальные, которые крылись в тогдашнем устройстве греческого общества. Дело просто в том, что как раз вот этот вот период, о котором я сказал, с восьмого по шестой век до нашей эры, это время, в общем, совпадает с периодом сложения того, что называется полисным строем, да, то есть вот таким политическим устройством, уникальным для античной цивилизации, для греческого мира, которое предполагало автономное самоуправление таких вот единиц городов-государств-полисов. В связи с формированием, да, этого политического устройства возникало множество проблем, в том числе, например, проблема, там, раздела земли, наследования, проблема некоторых излишков населения, да, на некой ограниченной территории, которая предназначена, да, для определенного количества граждан и так далее. Не вдаваясь в это очень глубоко, можно сказать, что вот так или иначе такая вот необходимость, да, выплескивать какие-то группы населения, причем часто зачастую молодого, активного населения, она вот как бы имела место и, в общем, было решение множества проблем. Иногда в число этих проблем, помимо вот каких-то таких внутриполитических и экономических, о которых я уже сказал в двух словах, были, ну, и сугубо военные. Вот как раз они, возможно, повлияли очень сильно на колонизацию того региона, о котором сегодня пойдет речь, о северном подчерноморье. Поскольку, переходя уже понемногу к нему, можно сказать, что, в общем, возможно, что основные волны колонизационные, которые имели место, ну, условно говоря, во второй плыне седьмого, в начале шестого, так, первая какая-то волна, вторая в третьей четверти шестого века до нашей эры и третья, там, в конце шестого, в начале пятого, все они, так или иначе, примечательным образом совпадают с политическими событиями в Ионии, да, в Малайзии, то есть вот территории современной Турции, которые были доселены греками еще с Железного века, и где, в общем, греческое население, надо сравнить, на недавних исторических времен сохранялось, да, до двадцатого века. Дело в том, что как раз вот, ну, последние четверть седьмого века и начало шестого века до нашей эры, это Лидийско-Милетская война, то есть вот город Милет, который и был митрополией, основателем большей части греческих городов Северное Почерноморье, долгое время воевал с этим вот Малайзийским царством, с которым он соседствовал. Далее в сороковых годах шестого уже века до нашей эры, да, то есть через пару покоений произошли новые такие глобальные потрясения в Малайзии, которые связаны с становлением Персидской империи, да, и вот в сороковых годах шестого века до нашей эры все Эгейское побережье, Малайзии, переходит под власть этой Персидской империи, Мидии, вот, и случился вот разгром, собственно, Лидийского царства. Таким образом, вот этот давний какой-то и партнер, и противник, да, этих городов, он сходит вообще с исторической арины, приходит новый, это сопряжено в ряде случаев, его просто со штурмами даже в том, где греческих городов или переходом их под какую-то зависимость от Персии и так далее. Следующий этап, о котором я говорил, можно соотнести с событиями рубежа шестого-пятого веков до нашей эры с так называемым ионийским восстанием против Персидской империи, которое было жестоко подавлено и сам в конечном счете, да, через несколько лет, в 494 году до нашей эры, город Милет, о котором уже шла речь, был взят штурмом персидскими войсками и полностью разрушен. Через некоторое время он был снова отстроен, об этом мы тоже еще скажем сегодня, видимо, в следующем уже сюжете. Вот, но тем не менее, естественно, что все вот эти события, они не могли не повлечь такие выплески, да, населения на какие-то другие территории. О некоторых, немногих из них, есть даже, ну, в общем, исторические свидетельства. Так, по всей видимости, митрополии одного из колоний северопричерноморских, а именно Фоногории, стал город Теос ионийский, который, собственно, был осажден персидскими войсками, и его жители в полном составе выехали. Он тоже был основан, переоснован заново через некоторое время после этого, но это вот как бы известно. И большая часть из них переселилась в город Абдера, да, на севере современной Греции, во Фракии. Но также либо через Абдера, либо напрямую какая-то вот большая группа кламистов, по-видимому, вот, во главе с Фонагаром, айкистом, предводителем этой группы, теосцем, она перебралась в Северное Печноморье, и вот в 40-е годы VI века до н.э. основала Фоногорию. Остальных колониях, ну, таких прямо явных свидетельств мы не имеем, поэтому вопрос о том, какие города были основаны первыми, да, какие позже, он чаще всего решается, ну, вот, по соотношению археологических и письменных источников. В целом заселение Северного Печноморья греками, оно происходило по берегам, поскольку, в общем, начиная с Гелеспонда, то есть современных проливов, да, с Мраморного моря, вот, поскольку, собственно, плавание в те времена были каботажными. Греки плавали вдоль берегов, соответственно, вот, как бы, представив себе географию Черного моря и двигаясь от проливов, да, от современного Стамбула на север, да, в западное сначала при Черноморье, а потом уже, как бы, северо-западное и северное, или же наоборот, как бы, на восток, да, вдоль Черноморского побережья современной Турции. Вот, вот, по таким направлениям эта колонизация происходила, и примерно в такой последовательности, в общем-то, и основывались города. Ну, как вот, например, Милецкая колония Синопа, да, в Южном при Черноморье. Там, правда, есть разноречивые свидетельства того, как она была основана с разницей в сто лет практически. От середины еще восьмого до середины седьмого века до нашей эры даются разные даты. Хотя, по всей видимости, все-таки более поздняя дата более верная. Вот, в седьмом веке до нашей эры, уже в середине седьмого века, там, и во второй половине, были основаны города в западном, при Черноморье, а именно Аполония, Пантийская, которая находится в современной Болгарии, на территории города Созополя, и также севернее, в Румынии, поле Систрия. В дальнейшем, соответственно, колонизация, как бы, вот это вот продвигалось дальше, по, значит, северо-западное, при Черноморье, и здесь первой греческой колонией, которая была основана, стала колония на острове Березань, которая, по всей видимости, в древности называлась Борисфен. По всей видимости, потому, что слово Борисфен, оно на самом деле в исторических источниках соотносится не только и не столько с Березанью, но также с соседней Ольвией, которая находится примерно в 60 км от Березани, но уже не в устье Днепробукского лимана, а на берегу Южнобукского лимана, ну, в Николаевской области современной. Как бы, ученые предполагают, что все же свидетельство такого, которое сохранилось уже у позднеантичного такого хронографа Евсевия об основании Борисфена, оно все-таки, как бы, соотносится именно с основанием Березанского поселения, и там имеется дата 647-46 года н.э., ну, то есть, да, вот начало третьей четверти седьмого века н.э. О Березане и Ольве мы еще поговорим сегодня позже, тоже в отдельном сюжете. Но, по всей видимости, почти одновременно с березанским поселением, которое, как я уже сказал, совершенно не случайно находилось в устье двух больших рек Южного Буга и Днепра, было основано еще одно поселение, название которого достоверно неизвестно, но некоторые ученые предполагают, что его можно соотнести с упоминаемым Геродотом городом Кремне. Это поселение находилось на территории современного города Таганрога, и, к сожалению, оно недоступно для археологического исследования, поскольку частично оно, возможно, находится под современной набережной Кремне, а частично размыто морем, и поэтому, в общем, в сущности, оно известно только благодаря подъемному материалу, то есть сбору керамики, которая вымывается на берегах Азовского моря в этой местности. Благодаря этой керамике в целом можно представить себе хронологию этого поселения, которая, возможно, была основана чуть позже, чем Березань, но, так или иначе, керамика конца VII века до н.э. там и есть, или рубежа VII-VI, и, вероятнее всего, как считают современные исследователи, прекратила свое существование в третьей или начале последней четверти VI века до н.э. То есть просуществовало оно недолго, не более ста лет, а, возможно, менее. Как я уже сказал, к сожалению, в отличие от Березани, археологическое его исследование невозможно, хотя попытки предпринимались такие, была совместная такая российско-германская экспедиция, но, к сожалению, выраженного культурного слоя им обнаружить так и не удалось для этого памятника. Вот даже глядя уже на расположение на карте двух этих пунктов, понятно, да, как бы логика, в общем, первых колонистов и первых переселенцев в этом регионе, поскольку они находятся в устье двух крупнейших рек Северного Причиноморья, да, это Дона, Таноиса, да, вот, и Днепра. Ну, например, Днепра и Южного Буга, получается, да, Борисфена и Гепаниса, да, в античной географической традиции. Ну, правда, Гепанис еще соотносит из Кубани, вот, как название реки. Есть предположение, что первое, и до какого-то момента это предположение, ну, в науке было даже такой теорией, да, была так называемая империальная теория, которая гласила, что, в общем, колонизация греческая, она проходила по определенной этапы, и первым таким этапом было основание торговых поселений, эмпориев, которые могли основываться, ну, даже на местах каких-то варварских местных поселений, поселений местных жителей, и потом они постепенно уже превращались в города. По всей видимости, ну, такая вот стадиальная концепция в целом как бы не работает, и многие поселения не основывались сначала как эмпории. Тем не менее, в общем, такая модель могла иметь место, хотя на самом деле сами греки, по всей видимости, ну, такой классификации не придерживались. Часть населенных пунктов они называли эмпориями, даже есть такой город, который как бы и сейчас существует, когда как населенный пункт в Испании, Ампуриас, да, это античный эмпориан, то есть это, собственно, как бы эмпорий, который называется эмпорий. Но, судя по всему, практика как бы колонизационная, она была, ну, намного более разнообразной, и в реальности как бы эмпории, они могли иметь и не только какую-то торговую составляющую, но и промышленную, и в них могло иметься какое-то постоянное местное население, достаточно крупное, которое могло из себя представлять уже, ну, какую-то гражданскую общину. Ну, то есть, по сути дела, такой уже маленький полис. Поэтому все это, ну, довольно сложно вот уложить в прокрустово уже таких вот каких-то четких стазий, да, развития, развития этих первых ранних поселений. Но в некоторых случаях можно предполагать, что наиболее ранние поселения имели такой какой-то сначала сугубо торговый и промышленный характер, и, в общем-то, не несли в себе такое уже изначальное ядро какой-то большой гражданской общины. Вот. И это можно сказать в том числе и о березанском поселении, которое, по всей видимости, на протяжении многих десятилетий, а, возможно, даже почти столетия, после своего основания не было урбанизировано и существовало, как очень небольшой такой поселок. Вот. Возможно, таким же вот поселком, эмпорием были и кремны. Впоследствии количество этих городов, ну, тогда не городов, а поселений, или как их греки называли вообще слово колония, да, это римское, да, латинское слово, таким греческим аналогом для, него является слово апайкия. Ну, то есть, просто если переводить это на русский язык, это выселки, да, какое-то поселение, основанное где-то вдали, вдали от дома. Вот. Так что, наверное, правильнее, на самом деле, было бы на греческую колонизацию называть греческой апайкизацией. И в целом вообще апайкия, в отличие от эмпори, это такой более нейтральный термин, поэтому как бы лучше, наверное, использовать его, когда мы говорим о каких-то небольших таких вот поселках, основанных греками, греческими переселенцами в это раннее время, о которых мы мало что знаем. И вот такие вот апайки, да, они были основаны на протяжении уже там VI века до н.э., конца VII и VI века уже на всей территории Северного Причерноморья. Помимо Ольвии и Березани, о которых я уже сказал, возникают такие важные как бы центры по обеим берегам Керченского пролива, Босфоро-Кемерийского, как его называли греки. Вот. Это на европейской его стороне. А тут нужно оговориться, что граница между Европой и Азией для древних греков проходила как раз по этому проливу. То есть вот Крымский полуостров, то есть Керченский полуостров — это Европа, а Атаманский полуостров — это Азия. Вот. Так вот, на европейской стороне Босфоро-Кемерийского в центре современной Керчи, да, на холме, на горе Митридат, основывается и стоит ядро какое-то историческое какое-то поселение, которое впоследствии превратилось в пантикопей. По всей видимости, ну, не по всей видимости, несомненно, это была Милецкая апайкия. Крупнейшим городом азиатского Босфора, да, на восточной стороне пролива стала Фонагория, которая была основана, как я уже сказал, существенно позже, возможно, на полстолетия какой-то вот группой переселенцев из Теуса уже после 546-47 веков до нашей эры. Но помимо этого, в общем, и как бы по обеим сторонам пролива возникло еще большое количество греческих городов и как бы на Керчевском полуострове, ну и в целом вот в этом регионе, да, большое количество греческих городов, но о статусе не всех из них мы можем судить. Были ли они основаны вот как такие первоначальные апайки, либо же были уже продукты вторичной колонизации, то есть через какое-то время, да, вот часть греков из там Пантикопеи, например, отселялась в какие-то ближайшие территории, основывала там какую-то деревеньку или вот такой уже потом урбанистический центр. Вот, ну, а не, то есть о некоторых из них мы можем судить, и таких, в общем, центров всего несколько, да, которых, ну, в общем, которые называются полисами по историческим источникам, на самом деле, в первую очередь. Вот, это, собственно, Пантикопей, Феодосия в Крыму, затем, значит, Германаса, Фонагория и Синская гавань, там, будущая Горгипия, да, которая находится на территории современного города Анапы, и Кепы еще на берегу Таманского залива, неподалеку от Фонагории тоже. Вот, об остальных, ну, по всей видимости, как бы, вот к этому, как бы, списку еще можно добавить по косвенным разным признакам, например, по эмиссии монеты, там, и так далее, некоторые города. Ну, и вот Нимфей, например, да, который также находится на Керчевском полуострове. О других населенных пунктах меньшего размера, да, в общем, идут споры, ну, в частности, о таких вот так называемых малых городах Боспора, как Мермейки или Теритака, хотя в действительности археологические раскопки говорят нам о том, что, в общем, ни Мермейки, ни Теритака, ни Нимфей, как бы, в общем, и там, они, в общем, обладали схожим очень обликом в, там, конце 6-го, начале 5-го века до нашей эры, поэтому, в общем, исходя из вот того, что нам дает археология, между ними, там, особых различий, которые показывали бы на различии в их статусе, нет. О дальнейшем развитии и о формировании каких-то политических центров в Северное Причерноморье, ну, можно сказать, что развитие, как бы, этих городов в разных частях региона происходило разными путями. Ну, это было просто сопряжено тоже с целым комплексом причин, как с географическими, там, где они были основаны, насколько они были хорошо защищены, да, и до того, он, до каких-то демографических моментов, видимо, там, плотности населения и так далее. Ну, вот, тем не менее, можно выделить несколько таких регионов, да. Прежде всего, это северо-западное Причерноморье, где находились вот Ольвия и Березань, которые, по всей видимости, с очень раннего времени уже обладали политическим единством, то есть, в общем, представляли собой один полис, политическим центром которого со временем стала Ольвия. И этот полис существовал как автономное, автономное такое образование на протяжении, в общем, всего античного периода, но, видимо, неоднократно подпадал под протекторат, под какой-то контроль варварских скифских племен. Выразилось это даже в том, что первая чеканная монета, которая была чеканена в Ольве в пятом веке нашей эры, серебряная, это монета какого-то скифского династа Эминака, который, возможно, был наместником такого скифского царя Скилла, да, о котором мы знаем по историческим источникам. И также мы знаем о том, что этот скилл, у него был дом в Ольве, и он, у него, видимо, была, то есть, не видим, у него была мать гречанка. И он, в общем, вел такой эллинский образ жизни, чем навлек на себя недовольство своих соплеменников, за что, в общем, в итоге и поплатился. Но так или иначе, вот эти все сюжеты, связанные со скилом и с Эминаком, как и многое другое, показывают, что, в общем, Ольвия предпочитала договариваться, откупаться, да, от намадов. И это было связано, по всей видимости, с тем, что в целом, на первом этапе существования этого вот Ольвийско-Березанского полюса Борисфена, больших вообще сложностей с местным населением не было, да, вот в этом регионе. Поэтому, в общем, где-то первые 100 лет развития, в общем, они развивались достаточно благополучно, где-то вот до первой четверти пятого века до нашей эры. В это время, начиная с рубежа шестого-пятого века до нашей эры, в целом, военно-политическая ситуация в Северном Почерноморье, по всей видимости, очень сильно изменяется. Это фиксируется, ну, исключительно по археологическим источникам. Мы не знаем, что этому было причиной и не знаем каких-то подробностей этого процесса. Но ученые реконструируют это таким образом, что в это время происходят какие-то, приходят в движение, вот великая степь, степной коридор, да, и благодаря какому-то эффекту домино, продвижению с востока новых каких-то групп мономадов, да, как бы перемещаются и предыдущие группы. В это же время, например, прекращается жизнь на большом количестве больших скифских городищ лесостепи, которые существовали на протяжении, там, седьмого-шестого века до нашей эры, и на которых, там, фиксируются на многих очень ранние греческие импорты, да, это вот как раз, видимо, были те люди, с которыми греки и греческие купцы и торговали, поднимаясь по рекам, в том числе по Днепру, да, как бы по Бугу, там, там знаменитое Избельское, Немировское городище, Тархтемировское, там и так далее. И вот многие из них тоже прекращают в это время существование, и в это же время испытывают какие-то большие сложности и абсолютно все основанные греческие города в регионе. Это выражается в археологическом смысле в том, что пропадают, например, многие сельские поселения, особенно это вот хорошо видно на примере хора, то есть сельской округи Ольвии, которая, в общем-то, ужимается буквально в этот момент из, там, сотни поселений до нескольких, которые находятся буквально совсем рядом с городом. И лет через 50-60-70 разрастается вновь. Вот, в некоторых местах появляются курганные некрополи, которые находятся рядом с греческими городами. Такое есть и в Ольве, есть и на Боспоре, рядом с Нимфеем, например, есть курганные некрополи и так далее. Это может быть таким свидетельством того, что некоторые греческие вот эти населенные пункты, эти опайки, они обеспечивали свою безопасность, ну, путем каких-то договоренностей, вот, налаживанием отношений. Именно вот по этому пути пошла Ольвия. И, видимо, ему следовало и дальше. Если говорить о греческих вот этих многочисленных центрах, которые возникли по обеим сторонам Керченского пролива, Боспоро-Кемерийского, там это все развивалось несколько в ином направлении. По всей видимости, для того, чтобы они испытывали, ну, определенные сложности, да, с намадами много ранее. Мы знаем, например, из Геродота о традиции, там, перекочевок скипов через замерзший Керченский пролив и так далее. Видимо, это не очень-то нравилось, да, в общем, этим населению, этих греческих опайки, да, мимо которых они перемещались, там, периодически во время своих сезонных миграций, грабя все на своем пути. Видимо, все это стимулировало эти города к объединению и под властью каких-то, ну, таких вот тиранов, единобластных правителей. И это произошло около 480 года до н.э., когда к власти на этих территориях пришла некая династия археанактидов, по всей видимости, пантикопейцев, каких-то представителей какой-то аристократии, видимо, Милецкой, которые вот установили такое единобластное правление. И, видимо, это как раз связано с необходимостью общего противостояния внешней угрозы. Вот, впоследствии, как бы, эта держава, да, превратилась в Боспорское царство, да, которое, в общем, постепенно на протяжении последующих двух столетий подчинило себе территории Керченского, Таманского полуострова Прикубани. Это что касается исторических судей. Теперь, завершая, как бы, вот этот наш сюжет, хотел бы сказать несколько слов о том, как вообще выглядели первые вот эти греческие опайки. Их изучение наталкивается очень часто археологическое на большие сложности. Это и понятно. Многие из этих городов существовали на протяжении тысячи лет. Да, с шестого века до нашей эры по третий, там, второй, четвёртый век нашей эры. Ну, а некоторые существовали непрерывно, да, как город Керч, да, собственно говоря, непрерывно существует до сих пор. Часть городов, да, застроена, как, например, Гаргиппе. И, в общем, крупномасштабные раскопки, как бы, их невозможны. В других случаях это возможно, да, на территории, там, территория современной Ольвии не застроена. Но в таких случаях, когда город существует очень долго, понятно, что раскрыть его самые ранние слои чрезвычайно сложно, потому что они перекрываются более поздними строительными остатками, культурными напустованиями. И археологам, получается, добраться до самых-самых ранних слоёв на каких-то совсем небольших таких участках. Есть только некоторые исключения, и таким счастливым, одним из таких счастливых исключений как раз стало вот Березфен, березанское поселение, которое я имел честь раскапывать, руководить раскопками с 2004 по 2018 год, который в целом исследовался экспедицией Эрмитажа с начала 60-х годов. Поскольку этот памятник, он расположен, мы о нём поговорим тут же ещё сегодня подробнее, на острове необитаемом сейчас, и поэтому, как бы, там нет никакого современного поселения. И в целом он существовал недолго, поэтому там вот есть возможность раскрыть архаический город, как он есть, и там ранние слои. Вот. Но это, пожалуй, скорее такое исключение. Вот. Но, тем не менее, вот на Березане, в Ольве, в тех местах, где можно было, в общем, раскрыть ранние слои, и на боспорских памятниках. В общем, в ряде случаев это тоже было сделано. Выяснилось, что в самом раннем горизонте на многих памятниках нет домов такого, собственно, греческого типа, как мы себе их представляем. То есть, каких-то многокомнатных домов со дворами, блокирующих кварталы и так далее. Ну вот. А что же есть? Есть землянки. Вот. Ну, землянка – это такой довольно расплывчатый термин археологический, которым археологи, в общем, называют любое углубление в земле, которое предполагается, что, в общем, было, ну, там, не какой-то хозяйственной ямой, а у него перекрытие. Ну, то есть, например, как бы, если в этом углублении есть какие-то стены, да, по периметру или столбовые конструкции, то есть, ямки от столбов, можно предполагать, что на них это были столбы, на них опиралась кровля. В частности, на Березане, например, таких землянок сейчас раскопано уже порядка двухсот сорока, и выясняется, что до середины шестого века до нашей эры, в общем, никаких наземных домов там и не строилось. Тоже есть и в Ольве, причем в Ольве землянки, ранние землянки, они даже, как выяснилось, выстраиваются вдоль центральной улицы города, которая, в общем, существовала потом на протяжении всего периода его существования, до римского времени. Вот. То есть, они вот соотносились даже с какой-то вот самой ранней городской планировкой. Такие же объекты раскрыты в ранних слоях и боспорских, многих боспорских памятников, таких как Пантикопей, Теритака, Мермейки, Нимфей и других. Хотя, как бы, есть случаи, когда наличие таких землянок нет или их наличие отрицается исследователями. Такой, ну, наиболее яркий пример – это Фанагория. В связи с этим, в общем, возникла такая очень долгая научная дискуссия. В общем, являются ли подобного рода какие-то жилища при, ну, вот, собственно, какой-то характерным таким общим горизонтом, да, общим периодом, да, для обязательным каким-то этапом в развитии и становлении этих ранних греческих опайки. Какое-то время такая гипотеза, что вот такой земляночный период существовал, и, в общем-то, с него начиналось, да, с возникновения таких вот странных и очень нехарактерных, на самом деле, для греков типов жилищ, и начиналось, в общем, как бы самый такой ранний этап колонизации, да. Долгое время эта гипотеза была очень популярной, хотя не все ученые ее придерживались, не все исследователи. Сейчас становится ясно, что, ну, картина более сложная, как это часто бывает, да. На некоторых памятниках, в том числе на Березане и Вольве, такой земляночный период, когда были одни землянки, они могли быть разных конструкций, это могли быть и какие-то, ну, жилища более похожие, ну, на дом, да, то есть они могли быть прямоугольные формы с какими-то сердцем и стенами по периметру, а могли быть очень небольшого диаметра, то есть они очень часто круглые землянки 3-3,5 метра в диаметре. Посередине у них есть часто следы столба центрального, то есть реконструируется такая шатровая кровля. По сути дела это очень похоже на то, что археологи, которые занимаются ранним средневековьем и кочевниками раннего средневековья называют юртообразными жилищами. Если взять какую-нибудь книжку, да, там как бы публикацию юртообразных жилищ кочевников, то, в общем, вы найдите там десять отличий, да, там с землянками березания. На самом деле это очень и очень похоже. В общем, в целом и в том и в том случае речь идет о шалашах, каких-то легких недолговременных конструкциях, а может быть даже, в общем, сезонных в некоторых случаях. Вот. И вот для березания такой как бы этап несомненен, что он как бы многие-многие десятилетия имел место. В других случаях, даже когда землянки есть, выясняется, что не все так просто. Например, в Пантикопее на горе Митридат такие землянки тоже были раскрыты, но сейчас уже стало ясно, что они существовали не до, а одновременно с тем моментом, когда на верхнем платое горе Митридат уже существовало укрепленное, да, урбанизированное опайки небольшой площади. То есть, по сути дела, такие земляночные жилища в данном случае являются просто какими-то, может быть, живыми, а может быть просто какими-то хозяйственными объектами, шалашами, которые находились на периферии, за вот пределом укрепленного периметра этого времени, да. В некоторых случаях, таких как в Анагоре, отсутствие землянок может быть просто объясняется тем, что город был основан единовременно большой группой колонистов, да, прибывших из Теоса, и в связи с этим, в общем, не было потребности, да, вот в разведении таких времен, поскольку эти люди, они были изначально уверены, что, в общем, они уже строят город, и, в общем, они здесь останутся, как бы и город этот будет построен, и они вот его строили. В тех же случаях, когда речь шла о каких-то небольших, частично торговых, да, частично каких-то вот таких ремесленных, сырьевых, опайких или эмпориях, в общем, как бы никогда не было уверенности в том, что удастся закрепиться на этой территории, вот такой вот земляночный период мог иметь место и мог занимать, ну, довольно длительное время. Об истоках, как бы этой строительной традиции, в общем, тоже ничего определенного сказать нельзя. Похожие, похожие жилища, если говорить о криволинейных округах землянках, раскапываются и на памятниках железного века, ну, на территории Румынии, Молдавии, там, в Западном Причерноморье и на скифских городищах лесостепи, хотя там они зачастую, ну, намного больше по размеру просто, поэтому не являются такой прямой аналогией. С другой стороны, действительно, вот такой прямой традиции, как бы, в греческих городах, в метрополии не прослежены. Поэтому это одна из тех загадок, которая еще, ну, вот не разгадана полностью. Субтитры создавал DimaTorzok